Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули в сезон гранатов. Я обожаю просто гранаты, особенно с кислинкой и в сочетании с гюрза. Получается просто супер! Это у нас гюрза. Я ее очень люблю. Это кавказская кухня. И, кстати, я написала рецепт на фудрум. Обязательно посмотрите, зацените. Я очень старалась. Получилось действительно подробно. И обязательно приготовьте, конечно же, следуя этому рецепту. Уверена, что вам понравятся. Вот такие вот они. Я буду палочками кушать. Посмотрите, какие красивые. Вообще, очень нравится, как пишут рецепты и другие шеф-повара. Мне очень нравятся там рецепты. Реально очень удобный интерфейс. И самое главное, приложение абсолютно бесплатное. Вы можете им пользоваться, заказывать продукты, выбирать количество порций. Там подробно написано количество ингредиентов. А самое главное, уже миллионы раз вам говорю об этом, там поделены на категории. То есть, например, если вы ищете что-то к завтраку, вы уже переходите в этот раздел. И у вас выходят прямо в те рецепты, которые можно приготовить на завтрак. Обед и ужин. То есть, специально не надо искать. Там уже за вас все поделено. Это, кстати, мой второй рецепт на футру. Но я и дальше буду писать туда рецепты. Вкуснотища. Еще можно с барбарисом и с кизилем кушать, но чтобы чуть-чуть кислинка была. Ссылочку на скачивание приложения обязательно оставлю в описании под видео. И также я обязательно оставлю ссылочку на мой рецепт. Вы обязательно должны заглянуть, посмотреть и ознакомиться. И также обязательно приготовить. Давайте немножко барбариса. Еще сюда до кучи. Когда я говорю, что это из азербайджанской кухни, некоторые меня исправляют. Скажем так, из кавказской кухни. Вкуснотища. О чем я сегодня с вами хотела поговорить? Многие в комментариях спрашивали, почему брат не поехал на похороны. Я бы хотела ответить. Дело в том, что действительно брата не было, как вы заметили. Просто дело в том, что я принесла еще вилку. Чтобы было удобнее кушать еще и гранаты. В общем, у брата не получилось приехать на 40 дней. Дело в том, что 22 числа у нас было 40 дней. И именно 22 числа у него был полет в Турцию. Не то, что он поехал отдыхать. У него просто рабочие моменты. Рабочая встреча была в Турции. От которой просто он отказаться не мог. Поэтому так получилось, что мы были без него. Многие просто заметили и начали писать, спрашивать меня об этом. И еще. Некоторые люди лишь бы что-то негативное написали. Лишь бы как-то тебя уколоть. Просто я только сейчас прочитала эти комментарии. И там люди пишут. Вот, ты оставил Твикса одного своего кота. Из-за этого у него появилась эта болячка. Неужели нельзя было его взять с собой? Или отдать перване, например? Начнем с того, что у моего кота стоит диагноз цистит. Цистит прежде всего появляется из-за стресса. Врач сказал, что нужно избегать стресс. А у перваной дома еще два кота. То есть это по-любому будет стресс. Взять его на похороны я просто не могу. Там столько людей. Столько людей. И он больной. Ему нужно уход. Спокойствие. В прошлый раз, когда мы еще с бабушкой ехали, взяли его с собой. Всю дорогу мяукал просто. Потом начал так быстро-быстро дышать. В общем, у животного был и стресс. Поэтому, чтобы избежать всех этих моментов, там, какие-то места для передержки и так далее. Я не знаю, в изобретении вообще такое есть или нету. Даже нету. Поэтому, прежде чем написать что-то негативное, просто подумайте. Иногда, например, я отвечаю на какой-то вопрос актуальный. Меня там спрашивают про что-то, про личное и так далее. Я, например, ответила на этот вопрос. Потом люди начинают писать одно и то же по сто раз. Если вы не смотрели все мои видео, я в этом не виновата. Я не могу в каждом видео говорить одно и то же. Не потому, что мне как бы лень, я не попугай и так далее. А потому, что люди, которые это уже слышали, мне будет интересно слушать одно и то же по миллион раз. Поэтому, убедительная просьба людей, которые пишут негативные комментарии, прежде чем написать что-то такое, подумайте. А может быть, в прошлых видео я это объясняла или еще что-то. Есть подписчики, которые чисто пишут негативные комментарии. И у нас уже в Ютубе появилась такая функция. Ты можешь посмотреть до этого этот же подписчик, что тебе писал под разными видео. Когда я читаю это, я понимаю, что некоторые люди как будто прям ненавидят меня. К чему такая ненависть? Кто-то меня осуждает в том, что вот ты начала снимать видео, ты должна была после смерти бабушки, не знаю, месяц не снимать контент. Каждый пытается как-то тебя уколоть, сделать больнее. Прямо вот эта кислинка очень в тему, если вы тоже будете готовить. А я вам настоятельно советую приготовить. Купите хотя бы один гранат. И вот так вот посыпьте сверху, получается очень вкусно. Вкус совершенно отличается от пельменей, от грузинских и гали. Это реально очень вкусно. Брата не было, но все остальные родственники были. Все прошло замечательно. Так что не переживайте. И давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы задавали в моем инстаграме. Амина Ха пишет. Аминочка, тебе огромный привет. Айка, хочешь еще что-то изменить себе? Я сейчас абсолютно довольна своей внешностью. Наверное, никогда в жизни я настолько не любила себя. В том плане, что мне нравится, как я выгляжу. Вроде ничего не поменялось, но я смотрю на себя, как будто я лучше стала. Вот, наверное, это просто любовь к себе. В последнее время мне очень нравится, как я выгляжу. Прикол в том, что я ничего не поменяла в себе. Не перекрасилась, к косметологу не ходила. Но почему-то меня все устраивает. Сейчас я не хочу ничего менять. Мне все нравится, все отлично. Вот. Я делала ботокс, я делала губы. И последний раз делала подбородок. Многие писали, ой, вроде ничего не поменялось. Как раз-таки грамотный косметолог сделает так, что когда вас видят, не поймут, что вам сделали подбородок, сделали ботокс и так далее. Но, в общем, это смотрится уже лучше. В подбородок я делала 1 грамм. Губы, по-моему, 0,5 в последний раз делала. И делала ботокс. Но ботокс я делала вот на эту зону только, по-моему. Не на все лицо. Брови у меня пудровые напыление. Но они уже стираются. Еще года нету, как я сделала. В некоторых участках не то, что проплешина. Уже вообще пигмента нету. Он куда-то исчез. Буду ли я опять делать брови? Не знаю. Возможно, буду, но точно не сейчас. Я поняла, что даже если ты делаешь брови, все равно тебе придется их красить. У меня напиток все еще. Дело в том, что я не ходила на коррекцию. Может быть, из-за этого у меня как бы так быстро все сходит. Я, с одной стороны, даже рада. Но и хорошо, что все сходит. Но когда я смотрю свои старые видео, и там у меня вот эти круглые брови, я понимаю, что эти брови мне совершенно не шли. Как хорошо, что я их сделала. В смысле, сделала новое. Но дело в том, что я полюбила себя только сейчас. Очень странно, да? Сейчас мой перманент служит просто трафаретом. То есть я поверх этого перманента просто наношу тени. И получается очень даже ничего. Мне кажется, брови очень сильно изменили мои черты лица, мой взгляд. На этом все, мои хорошие. Всех люблю. Будьте чуть-чуть добрее. Обязательно переходите на фудру и смотрите рецепт, который я написала.